МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где-то в начале 80-х годов Борис Гребенщиков начинает петь песню «Под небом голубым есть город золотой». А потом эта песня становится известна всему Советскому Союзу, потому что на экраны в 1988-м выходит фильм Сергея Соловьева «Асса». И дальше появляется какой-то слух, что вот эта знаменитая песня, она написана не Гребенщиковым, а неким Хвостенко. Кто говорит Хвостенко, а кто говорит Хвост. Какой-то человек, когда он жил, кто в 19-м веке, в начале 20-го, в 70-е годы, ходят самые разные слухи и сплетни. И только очень немногие помнят Хвостенко и знают, что он живет в Париже. Он был чрезвычайно эрудированным человеком, что незаметно вообще так, на поверхностный взгляд. Кажется так, хиппи, под гитарку там девушку, пьян каждый день. Мне кажется, что Хвостенко очень недооценен. Он такой французский поэт. Он такой французский поэт на Олегградской земле. Такой под Поль Верлен такой. Сразу возникала иллюзия у людей, что они понимают, о чем он говорит, что он пишет, и кажется, что это и ты сочинил рядом с ним. В конце 80-х годов русские рок-музыканты впервые получают возможность выехать за границу. Ленинградская рок-группа «Аукцион» отправляется на гастроли в Париж. Еще на родине от музыканта и композитора Сергея Курехина они узнают, что во французской столице живет совершенно необыкновенный художник и поэт Алексей Хвостенко. Музыканты едут к нему домой знакомиться. Хвостенко на 20 лет старше своих новых приятелей. Они никогда прежде не читали его стихов, не слышали песен. Он не молод, беден, в общем, безвестен. Мы только увидели человека, который абсолютно спокойный, такой веселый, любящий. И непонятно, потом непонятно, за что даже тебе. И в то же время очень близкий по духу какому-то внутреннему ощущению. Интересный поэтический опыт, прежде всего, конечно. И харизма, соответственно, и его пение. Когда человек поет, ну просто мурашки потел. Его интересовал образ, вот свой бесконечный театр. Гуру, пророк, воспитатель молодежи, покоритель женщин, мужчин, кого угодно, там, татарский князь. И, конечно, вот этот человек с этими песнями. Алексей Хвостенко появился на свет в абсолютно уникальном семействе. Его отец, Лев Хвостенко, родился в Англии в семье русских эмигрантов, которые в 35-м году по глупой наивности вернулись в Советский Союз. В 37-м Алешиного деда расстреляли, и 20-летний Лев вынужден искать работу. Он устраивается в школу преподавателем английского языка. Леша родился от ученицы, ну от девочки, от девушки, школьницы, которая была 17 лет, и она была татарская княжна. Ему нравилось очень играть и говорить, что он татарский князь. И они разошлись, когда Леше было 3 года. И Алешин отец уехал в Ленинград, а мать осталась в Свердловске. И в следующий раз они увиделись, когда Леше было 30 лет. После войны Лев Хвостенко с сыном переезжают в Ленинград. Получают комнату в коммунальной квартире на Греческом проспекте. У Алеши появляется мачеха. Отец, мастер перевода, много печатается. Сыну назиданиями и наставлениями не докучает. Алеша растет под разговоры взрослых. По вечерам у них в комнате собираются умнейшие люди Ленинграда. В доме его отца собирались удивительные, уникальные люди. И переводчики, и еще, видимо, в те времена, когда собираться было страшно и нельзя. И потом, когда они уже выходили, люди из лагерей, тоже приходили в этот дом. Лев Хвостенко слывет библиофилом. В доме собраны уникальные книги. Богатейшая библиотека. Любимое чтение Алексея с детства – священное писание. Катул, Шекспир, Державин. Он обладал замечательной памятью. И если бы я там прошлась по всем этим книгам, это замечательный был подбор, библиотека его. Там не было ничего проходного. Там была философия, там было искусство, там была поэзия. Там были вещи, без которых современно думающий человек просто не может обходиться. Ну, вообще, надо сказать, что Хвост ведь вообще труженик по своей природе. И он даже книжки читал, как работал. Понимаете? То есть вот он их изучал. Понимаете? Он их изучал, что-то записывал, записывал. Что-то у него какие-то были записные книжки. Он что-то такое. Он все время находился в таком напряженном каком-то режиме своей собственной интеллектуальной жизни. В 1948 году на Фонтанке была открыта первая в Ленинграде специализированная английская школа, где не только английского было много, но и несколько предметов преподавалось на этом языке. Школу создал по существу Лев Васильевич Хвостенко. Его сын Алексей с первого же класса здесь учился. Благодаря этой школе он английский знал примерно как русский. Но учился он плохо, потому что был непокорный. В конце концов, выгнали его сначала из пионеров, а потом из самой школы. И он сменил еще два учебных заведения, прежде чем получил аттестат. У Алеши абсолютный слух. Он превосходно рисует, пишет стихи. С первого раза играючи поступает в театральный институт на Маховой. Но там не задерживается, отчислен за прогулы. Формальное образование не для него. В свои 19 лет Алексей без того считается одним из самых образованных ленинградских юношей. Этим он обязан природной любознательности и широкому кругу знакомых, среди которых встречаются совершенно уникальные личности. Например, в Ленинграде в это время жил Юрий Кнорозов, который совершил невероятное открытие. Находясь вот здесь, в кунсткамере, он дешифровал письмена майя. То есть понял смысл древней цивилизации, которая существовала в Мексике задолго до прихода испанцев. А вот в то время, когда с ним познакомился Хвостенко, он начал дешифровывать письмена племен, населявших остров Пасхи. Хвостенко и его ближайший друг Анрий Волохонский часто бывают и у Ивана Алексеевича Лихачева, блестящего переводчика, эрудита и эксцентрика, появившегося в городе после 20-летней отсидки по фантастическому обвинению за шпионаж в пользу Италии. Лихачев-меломан. В его доме по субботам собирается филармоническая компания. У него была и старинная музыка, он сам эту коронацию попеи перевел, и в его доме все время эти пластинки звучали, и Алеша и Анрих слушали. То есть они хорошо знали мировую музыку и имели возможность вот таким образом из частных коллекций просто ее слушать. Хвостенко невероятно эрудирован в странных для советского юноши областях. Одним из первых в своем окружении он обращает внимание на культуру Востока, буддизм, ислам, зороастризм, конфуцианство. Это вот сейчас хочется взять интервью Гребенщикова, а говорят, он в Катманду. И любовь к восточной культуре стала какой-то такой частью повседневной почти жизни. При Хвостенко это было не так. Хотя город наш напитан призраками Китая и Индии. Вот знаменитые шидзы, такие полукошки-полулювы, которые генерал Городеков привез в Петербург из Манчжурии. Воспитание на даохизме и буддизме, на вообще вещах не очень привычных для русского человека, дает в творческом Катманске совершенно неожиданный эффект. Вы знаете, это посвящение Эльву Николаевичу Гомилеву. И там в этой песне блистательно совершенно перечислены, названы основные какие-то действительно археологические культуры тюркские, древнетюркские, основные этнонимы исторические. Лев Гомилев сказал, что у кочевников не было стремян, но, в общем, это было чуть ли не единственное замечание, которое сделал Гомилев по этому поводу. Восток же, так сказать, давал необычайную возможность импровизировать, потому что толком никто его не знал. И получалось, что трактовка Востока – это трактовка твоего творчества. В 19 лет Алеша Хвостенко осиротил. В один год умерли его отец Лев Васильевич и мачеха. Теперь Алексей – единоличный хозяин комнаты в коммуналке в самом центре города. Наш герой Алексей Хвостенко жил вот в этом доме, на Греческом проспекте. Греческий проспект назван в честь церкви Дмитрия Солунского, которую посещали греки, который находился здесь. В 1962 году к Хвостенко пришел в гости его сверстник и приятель Юсиф Бродский, который описал то, что наблюдали двое друзей из этого окна. Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В церковный садик въехал экскаватор с привешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Оба молодых человека понимают, что они как греки в Ленинграде – экзоты, лишние люди. Так оно и окажется в скором времени. А пока Алексей Хвостенко – любимец ленинградских молодых гениев. Его комната ломится от друзей и почитателей. Да, нужно было свистнуть под окном, чтобы соседей не беспокоить. Хвост уходил встречать, вздымались и вот в этой комнатушке собирались. В комнате на греческом пьют вино, читают стихи, пишут пьесы и песни. Здесь живут так, как будто советской, да и любой другой власти на свете не существует. Тогда вот организовали скифл-групп, подражая битникам, о которых до нас доходили слухи. Конечно, их образ жизни нам очень импонировал. Об американских битниках Хвостенко и его окружение узнают из случайных западных журналов и книг. Битники не желают быть допропорядочными членами общества, судьба которых расписана на много лет вперед. Они предпочитают странствовать автостопом, влюбляться в случайных подружек, расширять сознание марихуаны, жить ради будущих стихов и романов. Алексей Хвостенко – русский битник. Один из идеологов битничества получил, что нужно жить on the road, так сказать, в пути. И летом Хвостенко и его приятели проводили вне Ленинграда, где-нибудь в Туинской археологической экспедиции, в Средней Азии или в Коктебеле. А вот весной и осенью главным способом выбраться из города был пикник. В домовой кухне покупались какие-нибудь ужасные котлеты, самое дешевое вино, чаще всего плодово-ягодное или, как тогда говорили, плодово-выгодное. Крались стаканы из автомата по продаже газированной воды, садились на электричку, убирали первое зеленое место и устраивали там завтрак на траве. Мы всех лучше, мы всех лучше, всех умнее и скромнее, все превосходим в совершенство, все возможные хвалы. Это такая богема по-советски, от нищеты, от которой еще немножко можно было бы бомжевать. У нас никого тогда в бедность не тяготило, денег не было ни у кого и как-то, в общем, мы жили довольно счастливо без этого. Я воспринимала всегда свободу личности в том, чтобы преодолеть, да? А Алеша была свобода плыть по течению, и она выводила его туда, куда ему было надо. Алеша человек, который, когда у него не копейки, находил рубль. Вот просто буквально, когда нет ни копейки, и у него здесь копейки, чтобы попить кофе, он говорит, мне чашку кофе наклоняет голову, а вот тут вот под ним лежит рубль и булочек. Стиль жизни Хвостенко и его друзей – свобода делать только то, что хочется. Так жили Верлен, Модельяни, Франсуа Вийон. Ну, мы ходили гулять, иногда ходили, скажем, в Эрмитаж или еще в какой-нибудь музей там типа. Ну, Эрмитаж был предпочтителен, конечно. Если были какие-то выставки интересные, Хвост ходил на эти выставки. Или шли в библиотеку Академии художеств, поскольку очень интересовались современной живописью, а в библиотеке Академии художеств в это время появлялись замечательные альбомы. Хвостенко в своем поколении, где и Довлатов, и Бродский, не последний человек. Его песни поют на ленинградских кухнях, его картины и объекты ценятся знатоками. Но все, что он делает, не укладывается в общепринятые рамки и поэтому совершенно не востребовано государством. Однако Хвостенко до поры до времени это не печалит. Главное для него – удовольствие от творчества и хорошая компания. Почти все свои стихи Хвостенко пишет в соавторстве с кем-нибудь из друзей. Как раз когда я поселился у Лешки Хвостенко, тогда мы написали три-четыре песни. Льет дождем июнь, льет дождем июнь, а мы с Васей вдвоем под дождем стоим, мы стоим под дождем, и когда пройдет он ждем, а когда пройдет он мы домой пойдем. А работать мы не хотим никак, на зарплату нам не купить коньяк. Ну а вот купить мы эстеты не хотим, вот потому мы не работаем. Никто не шел с ним в одном направлении. Он мог с кем-то совпасть по дороге, по своей, какую-то часть пути пройти совместно. Понимаете, вот путник идет, кто-то какое-то время, потом раз, кто-то свернул направо, кто-то свернул налево. Это никакого значения не имело. Он был всегда занят исключительно своим собственным творчеством. И то, что они с Анри оказались такими путниками по жизни, вот так всегда вместе, это просто чудо такой случайности. Анри Валахонский – молодой ученый-ихтеолог. Друг – личность экстравагантная, дока в средневековой поэзии, метафизике и мистике. Он – педант и трезвенник, полная противоположность, разглядяю Хвостенко. Но, тем не менее, именно Анри – ближайший друг и постоянный соавтор Алексея. Вообще, довольно трудно представить себе, как люди вместе пишут стихи, да? Но они, видимо, так понимали друг друга, что они могли, вот один говорит одну строчку, другую, другую, чуть ли не, ну, понимаете, как буримэ, скажем, да? А могло рождаться так, что вот один вот это придумал, там, четверостишее какое-то, а другой вот следующее, к нему же абсолютно, так сказать, не выходящее из стиля, из чего-то. В 1963 году Хвостенко объединяет своих друзей-поэтов в литературный кружок «Верпа». «Верпование» – сплав шаманизма, Хлебникова, средневековой мистики и русских поэтов 18 века. Ну, они ближе всего к нам были и по времени, и по эстетике, что, собственно говоря, наша, там, так сказать, внешняя жизнь представляла социальный абсурд, а наша внутренняя жизнь, это было, как бы сказать, таким ответом, что ли, тоже, ну, абсурдом, который мы, можно сказать, создавали по своим каким-то моделям, там, идеалам, что ли, да? Всякий авангард, такой хороший, настоящий авангард, это не столько, так сказать, как кажется, какой-то прыжок куда-то вперед, такое будущее, там, запредельное, сколько, наоборот, возврат к каким-то самым-самым истокам поэзии. Смесь вот, как бы, авангарда начала 20 века и чрезвычайно архаичных тенденций, как русской поэзии до Золотого века, там, Державина какого-нибудь, так и вообще всяких совсем экзотических шаманских каких-то вещей. Непрочная постройка взгляда, как сочетание слов далеких по значению, одетую листвой и мыслью сада, стояло дерево, течению щелканье и свиста предоставив обширную усадьбу зелени, октавы, глосящих перьев, подчиняли века рисунку пения. Образ жизни Хвостенко и его друзей не предполагает постоянной работы, а по советским законам это уголовное преступление. Хвостенко несколько раз судили за тунеядство, но все как-то несерьезно. На первом суде с него берут слово, что он попытается поступить на филологический факультет. Что это за советский поэт без образования? На втором за Хвостенко заступается участковый милиционер, симпатизировавший обаятельному молодому поэту. Пускай работает рабочий, И рабочий, если хочет, Пускай работает, кто хочет, А я работать не хочу. Пускай работает рабочий, писал Алексей Хвостенко, но для того, чтобы жить в Советском Союзе, все-таки нужно было где-то получать деньги. И на самом деле он работал. Он расписывал чайханы в Средней Азии, он фотографировал отдыхающих на Коктебельском пляже, он украшал изображениями комсомольцев дома культуры в Салехарде, а зимой, для того, чтобы его не посадили за тунеядство, он устраивался здесь, в Ленинграде, на самые странные работы. Например, он был художником в обществе слепых, управлял гужевым транспортом в виде пуни в зоопарке, и, наконец, был назначен человеком, который отвечает за чистоту городских памятников. И, как всегда, с ним стучилось нечто необычайное. Когда память Екатерины Второй облили из бронспойта, из него выскочило 35 маленьких детских арабских мячиков, которые застрялись здесь в любимом месте отдыха наших детей. И Алеша, и большинство его друзей, не все, но многие, они старались, поскольку время было советское, работать на той работе, где не было никакой идеологии, никаких собраний, никаких политинформации, и Кжене нужно было с девяти до шести отсиживать. Мы считали своей главной работой творчество, по сути дела, поэтому это какая-то была уступка, что ли, да, там пойти, кто в кочегарках работал, кто там, там, кто всем. Хочу сбежать с любимой рядом, хочу сидеть с любимой рядом, хочу стоять с любимой рядом, а с ней любимой не хочу. Нельзя понимать буквально тексты его песен. За этим стоит. Он метафоричен. Поэтому ему так импонируют средневековье и раннее возрождение, потому что он оттуда берет и стилизует это под настоящее. Если человек говорит, что хочу лежать с моей любимой, а на работу не хочу, то это не значит, что он лодырь, а это значит, что это все абсолютная лабуда, эта работа, особенно тогда, в те годы это было так. Получилось как-то так, что большинство молодых людей поколения Алексея Хвостенко жили в центре города, в коммунальных квартирах вместо с родителями. Принимать там приятелей, читать стихи и петь песни было практически невозможно. И поэтому они гуляли по городу. Любимое их место была Малая Садовая улица и Манежная площадь. Здесь много достопримечательностей. Зимний стадион, здесь есть два садика, где можно распевать портвин. Так их и называли – поэты Малой Садовой. Поэзия Малой Садовой – эпическая культура. Поэты читают свои стихи, а специальные люди, которых называют магнитофонами, запоминают их и разносят по городу. Стихотворения Алёши Хвостенко запоминаются не в пример лучше других, потому что он их не читает, а поёт. Мелодии подбирает самые разнообразные и неожиданные – от классических композиций до шаманских напевов. Одна могила, одна могила, одна могила, одна могила примет меня. Из Парижа приехали молодые ребята и сидели, пели попеременно, значит, то французы, то хвост. Причём хвоста несколько раздражало то, что они некоторые мелодии его песен сразу узнавали и радостно говорили, и начинали там тоже что-то петь, вот известные слова. Он говорит, ну пусть они объясните им, что они поют чужие песни, а вот я-то пою свои – это мелодии. Только мелодии они узнают, а это не перевод, это мои песни. Неутверждённое советским начальством искусство нельзя ни выставить, ни продать. Хвост и компания не унывают, устраивают квартирную выставку. Одну из первых в Ленинграде. Я какие-то свои работы там повесил, он быстренько сделал какую-то интересную такую работу, которую я назвал «Портрет моей бабушки». Такое, оно это как-то всё тяготело к какому-то такому объекту или поп-арту, что ли, да. Портрет его бабушки был очень такой, из каких-то вещей сделан, которые такую семейную ценность имели. Выставка привлекает огромный интерес к городской интеллигенции. Подобный ажиотаж не остаётся без внимания правоохранительных органов. У него была прямо около окна удосточная труба. И когда милиция допекала, несколько раз он по этой трубе спускался вниз, чтобы милиция его не поймала. Для таких, как Хвостенко, у советской власти есть три варианта – армия, тюрьма, сумасшедший дом. Это речка Пряжка, а за ней – самый известный и в Ленинграде сумасшедший дом. Тогда он назывался «Психиатрическая больница номер два». Здесь успели полежать Йосиф Бродский, Виктор Цой и Алексей Хвостенко. Всех объединяло то, что это были молодые люди, которые не хотели идти в армию, а хотели получить лёгкий психиатрический диагноз. Хвостенко вспоминала о времени пребывания на пряжке с юмором весело. По двору тогда среди бараков бродила серая лошадь, серая в яблоках, кажется, меринт какой-то такой смирненький. Мы сбирались, наверное, вверху по очереди и катались. Но добровольные посиделки в сумасшедшем доме быстро сменяются принудительными. Шокотерапию государство считает наилучшей панацеей от инакомыслия и тунеядства. Хвоста от этой процедуры спасает добрейшей души женщина-врач. Женщины вообще играют в жизни Хвостенко особую роль. Они и ангелы-хранители, и вдохновительницы, и кормилицы. И прекрасная Нина, эта дочь прокурора, отдалась он ему в его больную власть. У него есть несколько коронных номеров по охмурению баб и девиц. Это он поет сначала Нину, дочь прокурора. Если он видит, что девушка не повелась, он поет песню своего отца. Да, перевод английской баллады, но это вот его отец написал несколько оригинальных песен, удивительно красивых, про леди, которая ушла с цыганом и хочет спать с цыганом под кустом. В конце 60-х годов Алексей знакомится с москвичкой, профессорской дочкой Алисой Тилле, и почти сразу делает ей предложение. Он совершенно меня поразил. Это я не скрываю совершенно своей необыкновенной, с моей точки зрения, красоты. Вот когда мы познакомились, мы сразу же поехали в какие-то гости, и он начал петь эти свои песни и читать стихи. И надо сказать, что стихи меня совершенно заворожили. После внешности, после этого стихи. Родители невесты от жениха не в восторге. Алисе отказывают от дома. Хвостенко меняет свою комнату на Греческом проспекте и переезжает в огромную московскую коммунальную квартиру. У него с Алисой теперь 22 соседа по кухне. Когда он женился на Алиске и собрался переезжать в Москву, то участковый посоветовал ему поменять паспорт. Потому что паспорт у Хвоста был, по-моему, сложен в 4 раза. И на нем какие-то телефоны были написаны. В общем, он служил отчасти списной книжкой. Вот. И, значит, с подачи участкового Хвост себе выправил новый паспорт и поехал в Москву. В Москву ленинградцы переезжали, чтобы поменять образ жизни, реализоваться, заработать. Но Хвостенко и в Москве живет точно так же, как в Ленинграде. Огромные компании, пение под гитару, посиделки до утра. Вокруг Хвоста собирается молодая московская богемная интеллигенция. Круг интересов в вино, наркотики, умная беседа. Я как в какой-то момент, когда я прихожу с работы, сидит толпа. У нас одна комната в коммунальной квартире, знаете. И досидит до ночи, а мне утром надо вставать, а я молодой адвокат. Знаете, мне совершенно... Я в какой-то момент говорю, слушай, нельзя так вообще, как немножко сократить. Потому что я уже не рада друзьям. Потому что приходят посторонние совершенно люди. И поскольку все время заполняют дом, то я уже не рада, когда приходят друзья. Все-таки можно как-то их сортировать хотя бы как-то. А Леша сказала, нет, ты знаешь, это невозможно. Люди хотят, и они будут сюда приходить, пока они хотят. И, так сказать, при всей любви к тебе, детка, не нравится, не ешь. Хвостенко скоро 37. Возраст для поэта роковой. А еще ничего не напечатано, не выставлено, не записано на пластинку. В начале 70-х начинается волна отъездов. Высылают Иосифа Бродского, покидает родину и соавтор Хвостенко Анри Волохонский. Запад кажется единственным выходом, новым витком, дорогой к свободе, может быть, даже к славе. Поверье такое пошло из Москвы. Уезжали толпы художников. Да, и Алеша вот решил, что вот Анри уехал. Анри уехал спокойно, да, по еврейской линии, там, попал в Германию. И Алеша решил уехать тоже. У него сменилась в это время жена на такую, просто самую главную московскую красавицу, невероятную, небедную, как сказал мне потом один казак, живущий в сквоте. Он сказал, он поймал эту абсолютно упакованную ляльку. И они поехали за бедняжки, чтобы стать еще круче. Хвостенко и его новая жена Римма приезжают покорять Париж, но попадают к шапошному разбору. Русских эмигрантов много, а спроса на их творчество нет. Большинство занялись простым выживанием, каждый сам по себе. Квартира в социальном доме, где поселился Хвостенко, становится, пожалуй, единственным местом в Париже, где бывший советский андеграунд может собраться вместе, как в старые добрые времена. Вот так и поедем, пока еще живем. А на столе, надо сказать, ничего не было, кроме соленого огурца и луковицы. Но тюрморт такой продуманный. Соленый огурец в Париже, знаете ли, как они, уж не знаю что, у нас появился кто-то, и уже было два соленых огурца. А к концу было несколько бутылок водки, и все та же луковица, да, еще кто-то черный хлеб принес. И это была почти вся парижская эмиграция. Вот так уселаясь вот здесь. Кто от мира независим, Кто в стуну ему не рвет, Кто ему от ямы лисей В лучей коре не кует. В Париже же вся русская эмиграция между собой переругалась. Все друг друга терпеть не могли. И единственное, что их объединяло, это любовь к хвосту. Потому что хвост ни на какое место в этой жизни не претендовал на какое-то такое место, которое приносило бы какие-нибудь выгоды или чего-нибудь. Ни на какие блага не претендовал. Ни у кого ничего отбивать не желал и вообще в голову ему не приходило. И поэтому все мирились на том, что он для них самый замечательный. Черт на редкий ладан лает, Сладкий дым меняет мазь. Хвостенко пробует работать, пытается издавать литературный журнал, делает уличные скульптуры, рисует рекламные плакаты, даже красит заборы. Доход маленький и непостоянный. А Леша все время работал тоже, совершенно не будучи к этому очень привычным. И это было ужасное для него испытание. Он все время работал, и все время что-то зарабатывал как-то. И жили они в очень большой бедности в Париже. Пришли к Хвостенко. Он жил в самой сердцевине арабского квартала. Улица Золотой Капли это называлось. Кругом одни только арабы орут вообще. Это скорее было похоже не на парижский, а на респектабельный дом, а на какую-то сцену из жизни Ближнего Востока. На улице Паради 14 в Париже находится заброшенное промышленное сооружение, где Хвостенко с товарищами организовал такой лофт. Он назывался Симпозион. Симпозион – это то место, где происходили знаменитые пиры в Афинах, и где, собственно говоря, Платон записывал свои диалоги с Сократом. И главное, Симпозиони были не только в Афинах, выставки, концерты, представления пьес, а главным была беседа, дружеское общение, гением которой был Алексей Хвостенко. Петербург, Париж. Ну, предположим, в Устье, Петербург, Париж, теперь Москва, Ленинград. Посмотри свои камеры на эту оси. Что она пишет? Что ты думаешь про нее? Грязь, общая Кока-Кола, общие девушки, общие краски. Вообще все общее. Такая коммуна, которая давно уже жила себя. И я иду по вот этой фабрике, или по этому разрушенному дому, вижу знакомые лица, которых знал еще по Ленинграду. И вдруг я захожу, и вижу очень хорошие картины на стенках. Очень. Среди вот этой такой мазни приблизительной, очень точные, хорошие вещи. Этот закуток, отгороженный какими-то занавесочками, безупречно чистый. Стоят книги, вычищенная палитра, вымытые кисти, завернутые, чтобы они утром не были вот такими. То есть все очень профессионально, просто как учили еще до революции. Я говорю, кто это? Что это такое? А, это Хвостенко. Хвостенко – душа лофтов и скватов, заброшенных домов, самовольно занимаемых парижским андеграундным людям. Для них он гуру, учитель и наставник. Хвост не меняется, такой же обаятельный, открытый, свой. Вот только публика вокруг него уже другая. Если здесь у него была компания в молодости, блестящих эрудитов, эстетов, остроумнейших людей и так далее, то в Париже он очень много общался с той молодежью, которая вокруг него крутилась. Я приходила в этот склад, а там сидят такие люди, что я начинала сумочку класть на колени, знаете, прятать, потому что не знала, не лишусь ли я ее, знаете. То есть разные очень. И это было потому, опять же, что поскольку сквад давал возможность существования, потому что приходили какие-то люди, приносили вино, приходили какие-то люди, приносили еду, знаете, коммунально жить легче, выживать. А к нему тянулись люди какие-то такие с уголовным прошлым, такого содержания. Но они были ему нужны, они помогали ему жить, а они гордились знакомством с ним, они там играли и пели и так далее. Леша им всем давал кисточки, краски, роли в спектаклях. И они начинали у него все рисовать, то есть, представляете, такая терапия, да, рисовать. И он говорил, ну вот теперь ты будешь художник, а ты будешь актер. В эмиграции Хвостенко создает свои лучшие скульптуры и коллажи. Они рождаются из всякого мусора, найденного на помойке или выловленного в сене. Никому не нужная, выброшенная вещь в его руках обретает новую жизнь и новый смысл. Но выставок почти не бывает, нет и покупателей. Алеша никогда не признавал своих ошибок, поскольку он считал, что жизнь идет как идет, и как сложилось, так и есть. Он очень любил Париж, ему там было хорошо. Но то, что никакие надежды не сбылись, это факт. Никакие надежды на этот Запад свободные, которые сейчас тебя оценят, и как-то ты там сейчас будешь востребован, и так далее, это не сбылось практически ни у кого. Самый лучший способ для Алеши Хвоста был заработать денег, это пойти куда-то попеть. И это его как-то уже в 55 лет, немножко раздражало, когда мы попадали в какие-то дурацкие истории, когда люди говорили, а вот ты ходи между гостями и пой. Тут он просто впадал в дикую ярость, и говорил, что он петь не будет, скажем. Под небом голубым есть город золотой. В 1988 году в Советском Союзе на экраны выходит фильм Сергея Соловьева «Асса». Страна запела город золотой, песню, написанную хвостом Санри Волохонским почти 20 лет назад. В Париж отправляются музыканты ленинградской рок-группы «Аукцион» во главе со своим лидером Леонидом Федоровым. Именно «Аукцион» открывает для «Новой России» забытого гения Алексея Хвостенко. Мы кто? Мы вообще не учили. И мне, раз ты не помнишь, как я говорю, я это почувствовал именно тогда, когда я познакомился с Хвостом. Потому что это какая-то передача культурная, которая должна была происходить. То есть мы интуитивно подходили, делали то, что, собственно, должны были получить от их. А их не было. Они где-то лукнут хвост, где-то там, Санри. А здесь таких я не видел. Хвостенко записал Ленина на кассету песни свои. Ленин отвез их, соответственно, в Питер. И там придумывал мелодию определенную. И через какое-то количество времени Хвост приехал в Питер первый раз после заграницы. Приехал, если не ошибаюсь, с гуманитарной помощью. Это 90-е годы были. Вот каким-то то ли тайным образом, то ли там багажей. Я уже не знаю, на каком истории еще мистической. Вот. И таким образом Хвост появился. Там пришли его друзья, с которыми он общался там и дружил и так далее. Концерт был. Даже не один, по-моему, фотосессии и так далее, и так далее. Вот. Ну и через некоторое время вот уже был записан альбом «Метчайник вина» своего песня. Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич, Что же ты, кто же ты, где же ты поражена? Аликсей Хвостенко наконец-то возвращается в Советский Союз. 15 лет его не было в России. О нем забыли те немногие, кто его помнил. И вдруг неожиданно невероятный успех. Концерты в самых модных клубах Москвы и Петербурга. Зал заполнен, публика самая разная. От сверстников Алексея Хвостенко до тех, кто годится ему во внуки. Мы стих лучше, мы стих дальше, всех умеем, и скромнее всех превосходим за мишень. Молодежь в клубах, где он выступал, где было все бытком набито, молодежь кричала им, Алексей Львович, почитайте стихи. Меня это совершенно поражало, потому что я не понимала ниоткуда они его знают вообще. Но это для единиц, конечно, все-таки. Ну как для единиц? Этих единиц набираются все-таки сотни тысяч. Это достаточно тонкие люди, которые любят Хвоста всерьез. И говорите с нами, чтоб хвала не умолкала, Казалось, что то, что он поет, не каждый поймет, не каждый оценит там и так далее. Но проходит некоторое время, изрядное время проходит. И вот в одном клубе, который на водном канале тысяча людей поет, и все знают слова. Там все на радость мы сидим, Нашли снова такие, те, что точно отвечают положению вещей, мы не слушаем. Ну, действительно, конечно, когда он приехал, вот в 92-м, а потом в 94-м, он когда в 94-м приехал, он хотел остаться. И он уехал, собственно, забрать свою дочку Веру. И его не пустили. У Хвостенко паспорт беженца. Он человек без подданства и по новым законам не имеет права въезжать на территорию бывшего СССР. Ему приходится еще на 12 лет застрять на опостылевшем Западе. Жизнь между вином и марихуаной выставляет счет. Хвостенко тяжело заболевает. Денег на операцию нет. Русская, французская там эмиграция собирала деньги ему на больницу. Он там долго лежал в больнице. Какую-то его операцию там делали. В 90-х Россия заново открыла Хвостенко. Вышло несколько его дисков. На родине он известный человек. В январе 2004 года именным указом президента Российской Федерации Хвостенко Алексею Львовичу возвращается гражданство. Хвост приезжает в Россию и хочет остаться здесь навсегда. Но Хвост уже приехал такой какой-то никакой. Вот он сидел-сидел за столом, потом шел в ту комнату и ложился спать. А потом он через часа два вставал, еще два стакана вина выпивал и сидел так вроде бы, а потом опять спать. А тут надо на концерт ехать. Кажется, что он не поднимется. А тут он поднимается, приезжает на этот концерт, видит эту публику. И на все бесы, на все эти, почитайте, стихи. И да, и совершенно весь такой вот вокрыленный совершенно он был. Ему этого ужасно не хватало. 14 ноября 2004 года в день рождения Хвоста в Москве открывается его первая в России большая персональная выставка. На вернисаж пришли не только друзья, но и те, кто узнал о нем совсем недавно. Много журналистов, обстановка праздника и успеха. А через несколько дней он дает концерт в Петербурге. Как оказалось, последний. Ну, пора, товарищи, прощайте. Вы меня совсем не вспоминаете. Вы меня не вспоминаете. Никогда не вспоминаете. Когда спросили, что ж такое у вас заявление Хвостенко, что такое Алексей Хвостенко, я сказала, что это хвост эпохи. И это правда. Он был заключительным в эпохе заключительной фигуры, самозначной и очень важной, потому что все остальные выстроили новый этап жизни. А он как был, он так и остался с собой. С радиусом выстроеном. Как-то получалось, что на молодежь. Свет пройдется на земле. Алексей Львович Хвостенко умер 30 ноября 2004 года. Похоронен он в Москве. Могильного памятника до сих пор нету. Вот его эскиз, который сделал его друг Василий Аземша. Это, собственно, сам Алексей Хвостенко, а это архангел Уриил, просветитель, обучающий человечество всемирным тайнам. Алексей Хвостенко обучал своих современников и обучает наших современников чему-то вечному, чему-то связанному с культурой, чему-то, чему учили древние греки, скальды и трубадуры. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»